Всем привет, я Дукат, а это завершающий выпуск, посвященный Девгаму 2019. Приготовьте чай, печеньки и устраивайтесь поудобнее. Приятного просмотра, поехали! Игра называется Hellrider 3. Это основанная на сюжете аркада с элементами гонок, боев со скелетами, босс-файты, все, что только можно придумать в этой игре есть. Road Rush и все подобные игры, даже Mario Kart, все, где надо ехать быстро, взрывать что-нибудь, играть. Ехать, выполнять сюжетные задания, побеждать в гоночках. Полтора года. Один я делаю. Как называется? Называется War Selection. Это классическая стратегия с развитием от каменного века до современности. Восемь эпох, которые игроки проходят за полтора часа. Особенностью игры является выбор расы на лету. То есть игроки начинают все с одной расы в каменном веке, а в дальнейшем выбирают. Кто-то становится азиатом, кто-то европейцем. Дальше снова приходится выбирать. И в конечном счете играют уже за конечные страны. В игры есть одиночные режимы и сетевые. Сетевые – это каждый за себя. Ну, это классический режим. Потом выживание, когда нападают орды. Это кооперативный режим. Со своими друзьями можно отбиваться от атак искусственного интеллекта. И Battle Royale. Он отличается тем, что есть постоянная потребность расширения своей территории. И те, кто просто не расширяет территории, выбывают автоматически. Это приводит к постоянной необходимости столкновений. Одиночный режим – это кампания и аналогичный сетевой. Движок разрабатываем лет пять, а игру около двух лет. В команде на этом проекте у нас работает семь человек. Релиз. Мы думаем, будет ранний доступ в начале осени. Скорее всего, в сентябре. Но ничего не обещаем. А всегда просто показать игру и получить фидбэк. И может быть, да. Ну, мы идем самостоятельно издаваться. Но также всерьез рассматриваем предложения издателей. Игра называется Neon Glide. Это гиперказуал на Unreal. Сейчас Oculus Quest выходит. И мы попробуем зайти со своим гиперказуалом туда. В общем, игра очень простая. Нужно просто поворачивать лево-вправо по шее голову. Ну и добежать до конца уровня. Пусть Endless Runner. Разные есть биомы, уровни, прогрессия. То есть, проходите первый уровень, проходите второй, третий, четвертый и так далее. Собственно, а потом открывается редактор и можете создавать свой уникальный уровень. Скажем так, у нас в компании, это просто нужно подметить, мы работаем на аутсорс-проекты. И когда у нас нет проектов, мы запускаем Game Jam систему. И ребята у нас садятся и сами пилят что-то, пока у нас нет проектов. И это мы делали, ну, буквально месяца полтора. Трое человек. Геймдизайнер, разработчик и артист. Пока спорно. Думаем, но мы хотим сразу запустить на многих платформах. Mobile VR, Oculus VR и Wi-Fi, естественно, HTC. Плюс мы еще хотим запускать мобильную казуальную обычную версию без использования VR. Например, просто на гироскопе вот так вот двигать ее влево-вправо. Показывать игру, что? Пока сложно. Это очень такая хорошая гипотеза, которую нужно проверить. На основе этой гипотезы мы хотим потом чуть-чуть поделиться фидбэком. Потому что гиперказуал в VR это еще такая тема, которую никто особо не пробовал. Да еще и на Unreal. Поэтому это просто очень хорошая гипотеза, по которой мы дадим фидбэк. Скажем, как это вообще зашло, работает ли и так далее. Нужно ли это вообще VR-у. Вот. Игра у нас называется Polos. Основана она на славянской мифологии. Но наша цель это сделать такой коротенький и насыщенный экспириенс для игроков. Реализовать управление посредством нейроинтерфейса. Сейчас вот ходим, собираем везде логи, делаем обратную связь для игроков, для того, чтобы это было максимально прозрачно и открыто все игралось. Вот. И, собственно, цель наша это как раз сделать экспириенс там минут на пять. Это запоминающийся и с необычным управлением и с необычным игровым опытом, который, ну, собственно, нигде, наверное, больше не встречается. Вот. Управлять посредством вот этого устройства. Оно считывает, собственно, активность головного мозга. И если сестра доточится, то, соответственно, можно принять соответствующие пакеты на компьютер. И, соответственно, будут происходить изменения на карте благодаря этому. Ну, устройство, собственно, знали мы о нем достаточно давно. Это устройство, оно используется в обучении для того, чтобы, ну, тестировать различные образовательные программы в медицине. Для того, чтобы люди после операции, например, на головном мозге могли проходить реабилитацию. И было понятно, как они себя чувствуют. Устройство, оно достаточно дешевое, достаточно распространенное. Собственно, поэтому вот мы и остановили свой выбор на нем. То есть, вроде бы как это и нестандартный экспириенс. В то же время это дешевле и доступнее, чем VR. Мы, собственно, только в начале пути. Ходим по шоукейсам, собираем, собственно, логи и мнения. Два месяца. Трое-четверо. Релиз, ну, не знаю, за следующие полгода планируем закончить. Ну, как раз-таки, вот это первый раз, когда мы прям вот показываем это в России. И интересно собрать именно мнение нашей публики про сеттинг, про, собственно, управление. Собрать логи, сделать выводы, улучшить и доделать. Игра называется Frozen Nightmares. Она повествует о песочном человеке, который путешествует по миру детских кошмаров. Антагонист игры Морфей, он хватает детей, запирает в собственных кошмарах. И в этом мире появляется Сандмен, которым управляет главный, которым управляет игрок. И Сандмен должен преодолеть все детские кошмары с целью добраться до Морфея, победить его и освободить ребенка. У нас будет три главы. Каждая глава рассказывает о отдельном ребенке. И так как все дети абсолютно разные, вселенные тоже будут абсолютно разные. Первая глава, она рассказывает о норвежском мальчике, который как-то раз заблудился ночью в лесу. И основные темы его кошмара это одиночество, темный лес, там норвежский фольклор. Будет очень много отсылок к норвежским сказкам. Вторая глава, она будет абсолютно другая. Там будет современный мальчик, который будет мечтать о космосе. Соответственно, его кошмары это будет открытый космос, космические корабли. Там космические мутанты, которые уничтожают эти корабли. Ну плюс современность, там большие пауки и прочее. Но третья глава, соответственно, будет о совсем другой теме. Самая основная механика это уменьшение. Пока ты держишь клавишу, санмен становится маленьким. Соответственно, его физика меняется, он становится легче. Его инерция становится меньше, скорость меньше. И основная задача игрока это в совершенстве научиться комбинировать уменьшения с основными механиками платформера. В плане метко прыгать, при этом вовремя уменьшаться, вовремя увеличиваться. Ну и учить уровни, совершать по минимуму ошибок. Мы разрабатываем уже три года. Нас команда из трех человек, из них только один геймдизайнер работает фуллтайм. А так тратим все свободное время на нее. Делать еще планируем года полтора примерно. Приехали, ну во-первых, получить фидбэк. Ну а во-вторых, просто показать игру, посмотреть другие игры. Ну самое главное это фидбэк, конечно. Я бы хотел в который раз поблагодарить вот этих замечательных товарищей, благодаря которым обзор все еще выходит. Если вы также желаете поддержать автора финансово, в описании вы найдете все необходимые ссылки. А еще вы будете получать все новые видео раньше на несколько дней. Такие дела. Называется Тюнинг Клуб Онлайн. Мультиплеерная гонка с честным мультиплеером впервые. Ты соревнуешься не с призраком, не с рекордом, а с реальным человеком. Ты тюнингуешь как классическая гонка, тюнингуешь внешнее, но ты еще тюнингуешь внутреннее. Ну такой сплав гонок, то есть NFS-ки и коллекционной карточной игры. Это странно звучит, но это так. Карты здесь представляют двигатель. Покупаешь новые карты, там разные свойства, перки, способности, все это дело комбинируешь и лучше участвуешь в мультиплеере. Платформы Android, iOS, мобильные. Разработки два года. Где в команде пять человек. Релиз осенью, в сентябре, я думаю, или в октябре. Приехали собрать фидбэк, показать коргеймплей от разработчиков, получить какие-то советы по оптимизации и еще чему-то. Издатели, сдаемся на свои деньги. У нас уже есть предыдущий успешный проект Russian Rider Online. И у нас есть в него средства, чтобы издаваться самостоятельно. Ну и опыт. В общем, великолепнейший экшн-платформер с мейн-механикой хука, где тебе нужно проскальзывать меж толп противников, меж платформ и изящно убивать их. Но на данном этапе это такой, типа, прототипчик механики. Понять перерывами получается где-то три месяца на это потратить. Этого не знаю. Я работаю, пока у меня есть пыл. То есть, когда начинается тилт, я беру обычно перерывчик, поэтому не рассчитывал, сколько это может занять. Получить фидбэк, послушать как раз, насколько людям нравится эта механика, понять, какая у меня аудитория. Типа, по референсам как раз, потому что мне подсказали один из референсов, который, оказывается, очень похож, и я про него не знал. И, типа, просто я мог себе так жизни простить. Приветствую, Кат. Игра называется Evilstone WF Devil. Это приключенческая RPG с пошаговыми боями, с упором на развитие базовой механики пошаговых игр. Само поле боя игры, оно расширяет базовую механику, то есть оно является ключевым элементом геймплея. Само поле боя состоит из позиций различного типа. Оно идет не стандартно по клеткам или по гексам. Это нодовая система, и тем самым его можно расширять и строить как угодно, любым образом. А сами по себе эти позиции также влияют на перемещение персонажей и как они взаимодействуют между собой. У каждого из персонажей есть минимум две способности до четырех. Они различного типа. Некоторые способности потребляют выносливость. Это аналог маны. Но когда выносливость заканчивается, они все еще могут применяться, но сильно слабее становятся. Это расширяет тактические возможности. Довольно много текстовых квестов, то есть упор на сюжет, на историю. Планируем делать несколько концовок, но это в зависимости от того, насколько позволит наш бюджет. Если найдем финансирование сейчас, все что нужно, это будет год. Уже разрабатываем более двух лет, но очень маленькой командой. Это программист, и я отвечаю, в принципе, за все остальное. Да, пока что делаем вдвоем. На аутсорсе несколько человек есть, но они иногда только присоединяются. Сделать музыку, например, для игры, но не на постоянке. Показать игру, увидеть тебя, получить фидбэк. Инвестор, издатель, я, конечно, ищем. Но мы с ними уже давно видим разговоры. Хотим привести игру к должному виду, чтобы им все нравилось, нам все нравилось. И тогда можно в полной мере начинать работу. Игра называется Neon Climber. Это мобильный раннер. Да, некоторые говорят, что уже не в тренде, но мы считаем, что для годного проекта есть место на рынке, даже если жанр не очень соответствует текущим трендам. Как бы все до простого просто. Собираешь монетки и уворачиваешься от препятствий. Монетки дают тебе щиты. Щиты позволяют выдержать какое-то количество урона. Чем выше забрался, тем больше ты молодец. Все на рекорд. Бесконечная прогрессия. Сложность постепенно возрастает, чем выше ты поднимаешься. Все достаточно стрейтфорвард. Ну, разработка по выходным, поэтому, конечно, все это очень медленно двигается. Примерно год игра находится в разработке. Но, как бы, если суммировать все часы, то получится около месяца, если бы мы делали на фуллтайме эту историю. Четыре человека в команде, два геймдизайнера и два программиста. И ни одного художника. Хотя многие спрашивают, что, о, у вас, наверное, есть художник, так прикольная игра выглядит. Но нет, весь графон мы собирали сами по чуть-чуть. Блин, это очень интимный вопрос, я бы сказал. Ну, в общем, релиз в ближайшее время, как мы всем говорим, soon. Очень, very soon. Ну, в общем, летом. Я надеюсь, что уже летом игрушка выйдет на iOS и Android. Ух, на людей посмотреть, до себя показать, по классике. Ну, и, в первую очередь, на Speed Game Datings, на который вот вчера мы попали. Много интересных офферов от издателей. Так что, ну, просто сейчас мы, конечно, в поиске партнера для того, чтобы эту вещь максимально широко и правильно издать на рынок. Ну, мы... Игра называется себе Brave. Это экшн-рпг в стиле Зельды. Это не совсем Зельда, конечно. Тут, то есть, в отличие от той же Зельды, у нас имеется больше играбельных персонажей. Каждый из которых имеет свою расу и класс, свои скиллы и различные свои фишки. Ну, соответственно, это приключенческая игра. У нас есть хаб, в котором мы можем получать задания и отправляться на миссии. Хаб представляет собой таверну, в которой размещена доска с заданиями. Ну, и, соответственно, это игра нарративная, то есть, в первую очередь, сюжетная, да. И она линейная, синглплеерка. То есть, мы просто должны ее пройти от начала до конца. Сюжет строится вокруг четырех персонажей, которые, как бы, проходят путь становления там от персональных... Ну, короче, от одиночек до семьи. То есть, это условно как Стража Галактики, только вот в другом сеттинге, с другими условиями и так далее, да. Геймплей очень похож на Зельду, но с большой разницей в том, что у нас имеется дополнительный слой геймплейный такой. Это основанный на мане. То есть, мана — это энергия жизни, на основе которой строится очень много взаимодействий интерактивных с окружением, монстрами и механизмами. То есть, у персонажей есть кристаллы, которые играют роль батареек. В них имеется какой-то заряд маны. Этот заряд маны ты можешь передавать товарищам, противникам, механизмам и так далее. Можешь также их красть. То есть, у противников добывать из руды и из других источников. Когда ты используешь ману, ты как бы открываешь дополнительные движения. Например, обычный, там, у ворот становится рывком, прыжок, телепортация и так далее, да, то есть, или кинез и тому подобное. И благодаря этим способностям, как бы, геймплей меняется. Environment, короче, если я работал в горизонтальной плоскости, то он начинает работать вертикально. То есть, это становится немножко таким платформером, в общем-то. То есть, у нас имеются уровни, которые работают по логике платформеров, но в то же время очень много элементов экшн-рпг классического. То есть, у нас есть охота на монстров, уничтожение их гнезд в стиле ведьмака, там, да. Различный сайд-стори, основной там сюжет, который длится, там, 40 плюс часов. Ну, игра еще, правда, находится в разработке. Сейчас у нас большой вертикальный стресс часовой, ну, которым можно многие механики попробовать, побегать. Саму игру мы начали разрабатывать достаточно давно. У нас предпродакшн еще шел вообще на Unity, сейчас это Unreal Engine 4. И как раз, как только стало Unreal бесплатно, мы перешли на Unreal и перетащили всю разработку. Игра была изначально мобильная вообще. То есть, у нас были другие ресурсы, были другие возможности, и, соответственно, мы работали под них. Потом, в какой-то момент, мы получили грант от Epic. После этого момента мы смогли проапгрейдить железо, смогли немножко отмасштабироваться и работать немножко в другом направлении, к которому изначально хотелось. Изначально начинало три человека, сейчас у нас около десяти, но мы не работаем фуллтаймово на проекте. То есть, мы организовались как маленькая аутсорс-студия, которая принимает заказы на аутсорс. Заработанные деньги как раз мы живем и в свободное время занимаемся проектом. Сейчас мы как бы ищем паблишеры инвестиций, и, в принципе, у нас в этом направлении двигается достаточно позитивно. Без инвестиций, конечно, это долгая история, потому что рук не хватает на разработку контента, и мы делаем это в своем темпе. Но, например, в случае получения финансирования, релиз намечен на, вот, получаем деньги и плюс 10 месяцев. То есть, это выход первой части игры, первого эпизода, если выход будет по эпизодам. Если игра будет целиком, это там 14 месяцев до релиза. Как называется? Игра называется Fioria Battle Royale. Battle Royale на роботах, на Unreal. Мы команда из города Сочи, пять человек всего. Но пока еще в Сочи плохая погода, поэтому не успели загореть. Собственно, делали мы игру три месяца. Тебя высаживают на большом космическом корабле, на вот такой вот локации. Как обычный классический Battle Royale. Есть у тебя одно орудие в левую руку, основное, и одно орудие дополнительное в ближнего боя, в правой руке, которая постоянно. Также есть модули всякие. Невидимость, хилки, дроны, щиты и прочее, и прочее, и прочее. Она уже в хорошей стадии готовности, мы ищем издателя. Добрый день, меня зовут Балат Сайфулин. Я руководитель Charge Game Studio, и мы пишем игру The One Story. Игра – это платформер, трехмерный, выполнен на движке Unreal Engine 4. Что надо делать? Мочить врагов, спасать принцессу, попадать в крутые ситуации, разгребывать то, что сделали злодеи, побыть в шкуре ассасина, побыть в шкуре фокусника, задружиться с мафией. В итоге всех спасти, а может и не спасти. Такой мост будет, да. Завтра будет год. Релиз постараемся, ну мы вроде успеваем по плану, все. Будет 15 ноября, дай бог, чтобы все получилось. Работает 6 человек плюс 2 музыкальных коллектива. Постарались сделать полное погружение игрока в игру. Я советую играть им взрослым людям, потому что это как маленький принц будет. То есть это будет погружение взрослых людей снова в детство, чтобы мы взрослые подумали, что вот оно было вот так, и встряхнули своими костями. В общем, будет забойное мочилово под дабстеп для взрослых. Дукат, красава, делай годный контент. Как называется? Привет, игра называется Defentious. Это ностальгический 2D-дефенс в фэнтези-сеттинге, где мы играем за дворфов и должны строить свою армию и разбивать базу противника. Собственно, вдохновлен он старыми стратегиями из 90-х и крутыми флэш-играми с браузерных сайтов. Здесь у нас есть куча разных возможностей. Здесь мы можем взаимодействовать с окружающим миром. То есть спокойно, пока мы там билдим свою армию, мы можем кликнуть на задний фон. Нас либо побегут волки, либо нам на помощь придут какие-нибудь амазонки. Либо можем поставить заграды из кореньев и метнуть молнию. То есть здесь одной из главных фишек игры является интерактивный бэкграунд. Другая крутая тема – местная система гильдий. Мы можем вступить в любую гильдию из шести и за них выполнять квесты. Постепенно, выполняя квесты, мы продвигаемся по служебной лестнице и можем заслужиться до хозяев гильдии. Но фишка в том, что каждая гильдия, каждый квест, он уникальный. То есть он полностью меняет геймплей. Играя за гильдию стрелков, мы можем с помощью хитрых действий, которые доступны только в конкретном квесте, всего лишь с помощью пятью пушкарей, одолеть гигантскую армию противника, только потому, что наша гильдия изобрела там зелье, которое позволяет очень быстро расти корням, за которыми наши воины могут прятаться. Сейчас сделано около сорока таких квестов, которые нестандартные для игры, для корр-механики. И, в принципе, во все уже сейчас можно поиграть на геймджоте или на ИЧО. Там есть демка, можно все пощупать и понять, и дать фидбэк. Честно говоря, я уже забыл, но там пять-шесть лет около того. Пока, как таковой команды, нет. Я геймдизайнер, кодер, на аутсорте работают художник-аниматор, саунд-дизайнер, нарративщик. И сейчас на постоянку подключился СММщик, потому что мы в ближайшее время планируем выход на Kickstarter, уже к нему около четырех месяцев я готовлюсь. Собственно, хотим собрать деньги на более улучшенную версию и с ней уже выходить на Steam. Сначала поймем, пройдем мы Kickstarter или нет, потом поймем, когда будет релиз. То есть, если с киком все будет круто, то релиз месяцев через шесть, через восемь может быть. Вот, тогда выходим на Steam и уже будем думать, куда двигаться дальше. Отстрелялся, наконец. Это было утомительно. Не хочу подводить какие-то еще итоги, все равно до этого места почти никто не досматривает. Кстати, пиши в комментариях чай и печеньки, если досматриваешь мои видосы до конца. Что еще хотел бы сказать? Что это того не стоило? Просмотров все меньше, комментариев кот наплакал, поток новых подписчиков снизился. Да даже сами представители Див Гамма не поддерживают такое количество контента по своему мероприятию. Пару первых выпусков репостали, лайкнули и все, тишина. Поэтому в следующий раз я буду брать интервью только на один выпуск. Так что, теперь попасть на шелкей с Див Гамма не равно попасть в тематический выпуск у Дуката. Такие дела. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...